Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир, продолжаем эфир, ежедневный бизнес-канал на Финам.ФМ, время бизнес-класса, меня все еще зовут Олег Дмитриев, и сегодня мы будем обсуждать замечательную тему, очень близкую российской армии инвесторов, а может только и не российской, кто-то из иностранцев нас подслушивает сейчас наверняка, мы будем выдавать секреты, я так думаю. Итак, тема такая, альтернативные стратегии инвестирования в период высокой волатильности, защитные хеджирующие инструменты. В гостях у меня Василий Копосов, ведущий аналитик ЗАО инвестиционной компании «Энергокапитал». Добрый день, Василий. Добрый день. Да, текущая ситуация на финансовых рынках, ну на российском прежде всего, наверное. Да, конечно, немножко взгляд на российский фондовый рынок надо представить перед такой темой. Что мы видим последние два с лишним года? Мы видим фактически отсутствие какого-то реального движения на российском фондовом рынке. Если мы посмотрим график индекса МВБ, то по факту с лета 2011 года до текущего момента индекс МВБ практически не изменился. При этом, во-первых, от максимумов посткризисных потеряли почти 20%, и во-вторых, внутри этого двухлетнего периода можно насчитать порядка 15 каких-то микротрендов, которые друг друга сменяли в противоположном направлении. Естественно, в таких условиях какие-то стандартные классические стратегии купил и держи, они фактически не работают, потому что так или иначе большая часть инвестиционных портфелей привязывается к индексу, ну или каким-то образом отходит от структуры индекса. Но, тем не менее, по сути, плюс-минус движение индекса повторяет. И в этой связи ситуация, в общем-то, достаточно невеселая для участников рынка. Падают биржевые обороты, соответственно, падают брокерские обороты. По некоторым брокерам обороты упали в 2-3 раза. Это, конечно, в 2-3 раза только за год. Это, конечно, очень серьезное потение. Уходят деньги из паевых фондов, уходят деньги зарубежных фондов. С начала года 2,5 миллиарда долларов утекло из западного спекулятивного капитала. Конечно, вся эта ситуация на развитии российского фондового рынка сказывается очень негативно. Согласен, согласен. Печально. Но, тем не менее, мы же говорим о том, что российский, или там, я так скажу, сознание российского инвестора уже сформировалось. Для этого было время уже почти 10 лет, если вспоминать там жирные годы, докризисные годы. Ой, замечательно. Какой приток был, вспоминаем мы сейчас. В принципе, как раз вот эта классическая стратегия. И вообще ничего не надо особенно было. Не надо было ни в чем разбираться, не надо никакого технического анализа. Надо просто успеть было купить, и все было в шоколаде. Ну, я к тому, что инвестор все-таки есть. В России есть инвестор. Его не так много, но он есть. И он понимает, что сейчас действительно работать практически невозможно на российском рынке. Ну, из-за чего-то каких-то спекуляций, если опять говорить о диапазонной торговле. Здесь откупил, здесь продал, потом перевернулся. Но это все, наверное, не очень правильно. Так вот, с этой точки зрения, что мы можем порекомендовать российскому инвестору? Ну, да, конечно, ситуация именно такая. К тому же, еще плюс ко всему, как мы знаем, ставки в банках сейчас очень высокие. Можно получить в приличном банке 10% в годовых рублях, что, ну, по крайней мере, официальную инфляцию это будет опережать. А что касается спекуляций, несомненно, спекулятивные стратегии на фондовом рынке, они были, есть и остаются. Но, во-первых, это повышенный риск. И, во-вторых, это все-таки, с нашей точки зрения, не до конца подходит розничному инвестору. Розничному инвестору именно в том смысле, в котором, наверное, это правильно было бы развивать фондовый рынок. Потому что это требует очень значительного количества собственных трудозатрат. Это практически невозможно совмещать с какой-то основной деятельностью. Ну, или, возможно, это очень сложно делать, да, и страдает качество в любом случае. Вот, поэтому... А классический вариант, вы говорите, вот, ну, по аналогии с Америкой, наверняка, да, где там каждая вторая домохозяйка имеет позицию на фондовом рынке. Она, естественно, не спекулянтом является, да, является классическим инвестором. Ну, она, естественно, у нее там набраны какие-то бумаги под дивиденды те же. Плюс, учитывая все-таки динамику американского фондового рынка, продолжительную динамику, она за счет этого домохозяйка имеет... Да, домохозяйки там сейчас в шоколаде, да, вон 1790 сделал вчера уже. Молодец. Да, все у них неплохо в этом плане. Ну, ладно, мы не будем грустить, все-таки, да, мы собрались-то по поводу того, чтобы все-таки альтернативу какую-то предложить и нашему инвестору российскому. Да, конечно, потому что развивать фондовый рынок в любом случае надо. Это даже обращаясь к такой вещи, как какие-то правительственные инициативы, да, международный финансовый центр, привлечение инвестиций. Это все невозможно без развития российской биржи. А развитие российской биржи, в свою очередь, невозможно без участия в деятельности биржи российского инвестора. Безусловно. Поэтому, с нашей точки зрения, это очень важная задача вернуть инвестора, так или иначе, предложив ему некие альтернативы тому же банковскому депозиту, которые, ну, при, может быть, немного большем риске, да, тем не менее способствовали бы возвращению этих денег на биржу и эффективному их превращению. — Ну, в любом случае, надо подчеркнуть, да, вы абсолютно правильно сказали, что банковский депозит имеет достаточно высокую процентную ставку, но решает только одну задачу. Первая задача инвестирования — сохранение своего капитала, да, там, покрывает каким-то образом инфляцию текущую. Ну, если говорить об официальной инфляции, да, неофициально, может, и не покрывает, но, в любом случае, мы ориентируемся на официальные цифры. А вот задача номер два любой инвестиционной деятельности — это, да, приумножить свой капитал, ну, желательно, конечно, более значимо, нежели, там, 10, да, 11-12% годовых. Вот эта задача решается уже другими инвестициями. — Конечно, да, да, и еще вот, возвращаясь к проблематике, да, все-таки еще, что очень немаловажно, опять же, это роль фондового рынка все-таки в производственном процессе, потому что нельзя забывать о том, что фондовый рынок, он все-таки не только нужен для того, чтобы спекулянт денег заработал. — Да-да, заработать на разнице цены совершенно. Вот это, кстати, Василий, спасибо огромное, это очень важный момент, очень часто наши слушатели забывают об этом. Мы воспринимаем фондовый рынок именно как возможность просто заработать денег. — Да, это не совсем правильно, потому что фондовый рынок — это все-таки источник привлечения инвестиций, в том числе в реальный сектор экономики. — Безусловно, безусловно. Сейчас то, что мы видим, мы видим за последние годы буквально единицы удачных IPO, ну, пожалуй, какие российские IPO можно выделить, чтобы они еще были на российских площадках, ну, наверное, частичный мегафон разве что приходит на ум. — Первое. Неплохие размещения Яндекса, Мейла, ТКС-банк, они все-таки прошли не в России. Вот. И плюс ко всему приватизационные процессы тормозятся, потому что бюджету требуются деньги на выполнение своих там, да, каких-то социальных и несоциальных обязательств. Ну, а из тех цифр, которые назывались, да, если мне память не изменяет, 427 миллиардов называлось на 2013 год, объем привлечения. — Ну, тут даже, наверное, 20% еще не привлечено этой суммы. И совсем непонятно до конца года, сколько еще размещений удастся провести, во-первых, и насколько они будут успешны, во-вторых. И пример недавний с Алросой это лишь подтверждает. — Совершенно верно. То есть опять возвращаемся к еще одной, да, важной стратегической идее, идее инвестиционного климата. Вроде бы есть желание, и даже, может, у кого-то есть возможности, но, соответственно, реализация страдает. — Реализация страдает. — Да. Поэтому сейчас Российский фонд... — Василий, я прошу прощения. Сейчас давайте сделаем паузу, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш эфир. — Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Василий Копосов, ведущий аналитик ЗАО инвестиционной компании «Энергокапитал». Мы обсуждаем альтернативные стратегии инвестирования в период высокой волатильности и говорим о защитных хиджирующих инструментах. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. — Василий, кстати, давайте, может быть, есть смысл уточнить. Вот мы говорим о неком периоде высокой волатильности. Это что значит? — Ну, под периодом высокой волатильности, в первую очередь, мы определяем отрезок времени, когда, по сути, нету качественного изменения стоимости российских акций или российских фондовых индексов в ту или иную сторону. При этом существует очень серьезный разброс между верхними и нижними пиками этих цен. И, как мы уже говорили в начале программы, если мы посмотрим на график индекса МВБ с середины 2011 года, по сути, нынешнее значение индекса МВБ находится на том же уровне, что… — При этом он и отрастал, и снижался, да? — Да, и отрастал, и снижался, и разброс был достаточно серьезный, и неоднократно, ну, относительно короткие микротренды, они сменяли друг друга. Но, тем не менее, где мы были, вот приблизительно, там мы и есть, и… — То есть, другими словами, если кто-то индекс купил в 2011 году, да, прошло 4 года, и он ничего не заработал? — Ну, да, прошло время, он ничего не заработал, и то, если… — Не оказался в минусе еще, да? — Да, не оказался в минусе. — Да, беда. Хорошо, хорошо, это понятно. Ну, давайте тогда, чтобы не томить, действительно, наших слушателей, приступим к обсуждению альтернативных, да? Как же заработать все-таки на таком нелегком рынке российском? — Да, соответственно, будучи убежденными сторонниками того, что российский фондовый рынок должен развиваться, мы все-таки стремимся его рассматривать несколько с иного ракурса, нежели в сфере, сквозь призму классического портфельного анализа. Причина тому заключается в том, что классический портфельный анализ в данный момент не позволяет справедливо оценить истинную величину риска, который несет в себе российские активы. Сейчас, по сути, совершенно на российском фондовом рынке не работает, например, и фундаментальный анализ стоимости акций. — Так. — Почему? Потому что сейчас, если мы возьмем какой-то срез российского рынка, да, ну, учитывая голубые фишки, ликвидный там первый эшелон, там, может быть, что-то из второго эшелона, ну, конечно, не пускай из дебри. — Не, ну, фишек достаточно, я думаю, даже мы можем. — Мы сможем выделить две группы, очень неравные группы ценных бумаг. Это первая группа акций хороших, эффективных компаний, наращивающих прибыль, наращивающих свой маршрук. — Оказывающие результаты финансовые, да? — Да. Демонстрирующих адекватные решения менеджмента, демонстрирующих уважение к миноритариям. — Да, то есть, ну, примеры можно назвать единицей. Это магнит, мегафон, например. Если мы посмотрим на, опять же, динамику курсовой стоимости акций этих компаний, динамика, она практически растет в небо, да, и при этом, если мы прибегнем к оценке этих акций… — Фундаментальные оценки. — Да, фундаментальные оценки. Заметим, что, например, магнит в отдельные периоды стоит дороже, чем Walmart, а мегафон стоит значительно дороже, чем МТС. — Это мы о каком, о Пинаи говорим? — Ну, можно по Пинаи, да, конечно. То есть, компании, они очень сильно переоценены с точки зрения фундаментального анализа. Но в существующих условиях, когда таких компаний очень мало, их можно пересчитать, ну, может быть, не на одной руке, но двух рук хватит точно. Фактически нет инвест-идей. — То есть, можно, Василий, извините, можно говорить о том, что, несмотря на то, что фундаментально они переоценены, и это не дает оснований, да, рекомендовать их покупку, тем не менее их продолжают покупать. — Да, тем не менее их продолжают покупать. — Основываясь именно на том, что есть дефицит идей, во что вкладываться в российский рынок? Вот они, раз, два, три, четыре, пять. — Именно так, дефицит идей, потому что другая, большая группа, куда можно включить практически все наши бумаги, очень большое количество, это хронически недооцененные активы. Как «Газпром» был недооценен в 2011 году, да, как он был недооценен в 2008 году, да, так же он недооценен сейчас. А если мы посмотрим на энергетику, на сети, на генерацию, о чем мы говорили, опять же, в 2010 году, когда энергетика в преддверии введения РАП, тарифов в сетях, да, в преддверии надежд на свободное ценообразование в генерации, било рекорды капитализации, мы уже тогда говорили, что энергетика недооценена по сравнению с иностранными аналогами. Ну и как бы где она сейчас? — Да, что сейчас она лежит у Плинтуса и, собственно, ничего не принялся. — Да, и сколько можно не пытаться искать дно, да, в той же энергетике, конечно, потенциал по фундаменталке, он огромный, но сколько не искать дно, дно как-то вот пока не получается нащупать. Ну, конечно, опять же, есть и исключения, та же Илон Россия, да, но это скорее подтверждающее правило. Поэтому в нашей работе, да, в работе, заключающейся в анализе российского фондового рынка с точки зрения его инвестиционной привлекательности, мы немножко отходим сейчас от классического фундаментального анализа и переходим к поиску идей и разработке некоторых алгоритмов управления активами на фондовом рынке. Вот, и на выходе, таким образом, мы разрабатываем какие-то комплексные стратегии, содержащие в себе четко определенные сигналы входа-выхода в позицию, четко определены они по каждой позиции, да, на определенных временных отрезках. И, соответственно, тестирование, да, живое тестирование стратегии позволяет рассчитывать на доходность, ну, в зависимости, конечно, от величины риска, но, по крайней мере, опережающий индекс МВБ и, в значительном числе этих случаев, оказывающийся на хорошем рынке в значительно выше депозитной доходности. Соответственно, минимизация рисков достигается за счет принудительного или ручного закрытия позиции, если какая-то ошибка, да, ошибочный сигнал дает алгоритм, в любом случае срабатывает стоп-слосс, по которому позиция кроется с минимальным убытком, тогда как данные алгоритмы позволяют ловить сильные движения тех или иных бумаг во времени, фиксируются они, ну, практически безотказно, и эти сильные движения, они в значительной мере перекрывают и возможные убытки, да, от ошибочных сигналов, и позволяют рассчитывать на достаточно приемлемые уровни доходности. То есть, во-первых, возможно, да, использование таких вот завязанных на поиске, да, и использование таких коротких тенденций, да, в отдельных бумагах. С другой стороны, возможно, использование стратегии, которые вообще целиком исключают влияние рыночного риска, на динамику стоимости тенденций бумаг. Такое возможно? Конечно, такое возможно, ну, с какой-то статистической вероятностью, естественно. В любой алгоритм он работает с статистической вероятностью, и любой алгоритм необходимо оптимизировать и перерабатывать достаточно часто. Но при, ну, при правильном подходе к этому это не занимает большого количества времени, и в любом случае эти изменения, они, поскольку делаются регулярно, они не столь существенны, ну, какие-то небольшие коррекции. Ну, возвращаясь к отказу от рыночного риска, можно формировать позиции, которые целиком отрицают какие-то тренды на фондовом рынке, и при этом за счет открытия противоположных позиций, например, высококоррелирующих акций, позволяют играть на… А, да-да, я очень не люблю, когда… Согласен, мне так нет, та же проблема, да, я играю на бирже, нет, друг мой, это не игра, это тяжелый труд. Да, именно так. И, соответственно, на расширение, сокращение спреда, стоимость этих бумаг открывать противоположные позиции. Хорошо, Василий, смотрите, мы сейчас через некоторое время прервемся, у нас рубрика «Вне времени», и после того, как мы ее послушаем, продолжим, хотелось бы в деталях, да, вот обсудить то, о чем мы сейчас говорим, то есть вот эти вот стратегии альтернативные, как они выглядят, если можно там руками их потрогать, хорошо? Итак, пауза, рубрика «Вне времени», слушаем, потом продолжаем. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, в студии сегодня Василий Копосов, ведущий аналитик за университетной компанией «Энергокапитал», и мы обсуждаем альтернативные стратегии инвестирования вперед высокой волатильности. Еще раз напомню, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ», звоните, пишите, задавайте Василию свои вопросы. Мы продолжаем беседу, еще одно уточнение, Василий, если можно. Значит, мы в прошлой части все же идею такую озвучили, что нынешняя ситуация не позволяет прибегать к классическим методам принятия торговых решений, в частности, фундаментальный анализ такой классический не работает. Вы предложили некие альтернативные стратегии, они на чем основаны все-таки, вот я не совсем понял, честно говоря. Альтернативные стратегии, они, ну, в основном, они основываются на некой компиляции статистического и технического анализа динамики фондовых рынков, ну, в частности, динамики отдельных акций. Если возвращаться к разговору о первой идее, которую мы обсуждали, про стратегию, которая позволяет получать сигналы на открытие-закрытие позиций или ловить какие-то, ну, в зависимости от таймфрейма, конечно, там, внутридневные или более серьезные движения при достаточно строгом риск-менеджменте, который позволяет, ну, в случае ложных сигналов, как-то минимизировать свои убытки. Соответственно, эта стратегия, она практически целиком может быть основана, ну, с нашей точки зрения, может быть основана на сигналах технического анализа. Только эти самые сигналы нужно определенным образом оптимизировать, определенным образом под каждую бумагу подобрать необходимые параметры. В качестве примера можно выбрать, например, сигналы, которые дает стратегия, завязанная одновременно на скользящих средних и линиях Боллинжера. Данная стратегия позволяет выходить из позиции при высокой степени вероятности начале нисходящего движения. Ну, это, конечно же, опять же, зависит от отношения к риску. Можно при данном сигнале короткую позицию открывать. Ну, будем считать, что мы играем только в длинную, да, работаем только в длинную. Соответственно, выходим из позиции при сигнале алгоритма о том, что начинается дизельное понижательное движение, и за счет этого мы ничего не теряем. Зато при определенной комбинации положения линии Боллинжера и скользящих средних на графике, мы можем принимать решение о, наоборот, вхождении в позицию. И в абсолютном большинстве случаев эти сигналы, они дают верно, позволяют верно определить, ну, опять же, зависимости от таймфрейма направления движения. А сигналом что может быть? Вот для входа, например, пересечения скользящих средних? Нет, пересечения скользящих средних мы не используем, но почему нет, возможно, в некоторых бумагах это и было бы интересно. Опять же, тут зависит от трейдера, да, от управляющего, от его взгляда на рынок. Ну, кстати, давайте поговорим о том, от кого это зависит. Понятно, все, что вы сейчас произносите, в частности, вот по поводу Пола с Боллинжера и скользящих средних, это достаточно такие вещи углубленного знания технического анализа. Естественно, не всем наверняка инвесторам, ну, вот в таком классическом смысле, опять, да, тем самым домохозяйкам, они доступны. Вот, то есть нужно, естественно, много времени на это тратить, да, нужно учиться, 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 еще раз учиться. Вот, а для них что можно предложить? На самом деле можно для них предложить то же самое, да, но в рамках, в рамках услуг, которые предоставляет управляющая компания или инвестиционная компания, потому что, ну, наверное, не секрет, сейчас практически любая компания предоставляет инвестиционное консультирование и консультант способен давать рекомендации, опять же, по открытию-закрытию позиций и основаны не только, да, на какой-то классике, как вот мы говорили в начале программы, а именно на этих алгоритмах. Более того, я более чем убежден, что в большинстве случаев как раз не имеет смысла данные алгоритмы использовать в рамках каких-то торговых роботов и вполне возможно их эффективное внедрение в инвестиционные процессы, их эффективное применение именно в ручном режиме, потому что все-таки тут не высокочастотник, а немножко другая идея. Процесс творческий все же. Да, процесс творческий. А как, кстати, Василий, если можно вот более подробно расскажите, как выглядит процесс инвестиционного консультирования. Вот я как инвестор, Вы как инвестиционный консультант, я Вам звоню, Вы мне рассказываете, что нужно покупать, да, от каких уровней, что ли, как это выглядит. Да, вполне можно это реализовать именно таким образом. Вполне возможно это реализовать, ну, давай, например, с утра перед открытием торгов какие-то рекомендации, да. Ну, естественно, в рамках управляющей компании это реализовать еще проще при каком-то прописывании рисков, да, прописывании договоренностей о стратегии управляющий может эту самую стратегию реализовывать. Да, ну, существует практика предоставления доверенности, да, и работа по доверенностям точно так же. Это уже называется доверительным управлением, да? Ну, можно так назвать, да. Я понял, хорошо, хорошо, хорошо. Тогда дальше, да, что мы можем с Вами обсудить, в принципе, ну, опять вот в поиске идей на российском фоновом рынке, даже если мы берем, как бы, да, несколько иные методы принятия торговых решений, все равно, наверное, есть некий дефицит. Вот, и чтобы этот дефицит каким-то образом нейтрализовать, да, выбор можно предоставить, уже, может быть, даже и посмотреть не на инструмент российского рынка, а куда-то в другую сторону. Да, конечно, сейчас уже технологический потенциал, можно сказать, брокеров достаточно высоко развит и позволяет вести инвестиционную деятельность, в том числе и на западных площадках. Причем, ну, конечно же, нужно отметить, что спекулятивные стратегии на западных площадках, наверное, не стоит реализовывать, поскольку все-таки издержки покупки тех же американских акций, они несопостоимы с издержками, которые несет инвестор при работе на российских биржах. То есть спекуляция на российском рынке просто невыгодна становится, да? Нет, спекуляция невыгодна на западном. На западном, извиняюсь, я говорил. За счет, да, за счет, ну, потому что издержки при реальном инвестирии на западном рынке, а не покупки каких-то контрактов основанных. Ну, CFD, вот они сами. Да, 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 да. Они, конечно, значительно выше. Но при этом все равно тот же самый американский фондовый рынок, он несет в себе очень много интересных альтернатив. Он значительно эффективнее российского. Он, в отличие от российского, как раз довольно-таки имеет устойчивые тренды. И важно, что американский рынок значительно более подходит для анализа на основе каких-то технических индикаторов, нежели российский фондовый рынок. На американский фондовый рынок действует меньшее количество риск-факторов, существует, ну, в наличии имеется большое количество бумаг, поэтому еще одним направлением нашей аналитической работы, да, мы смотрим именно на западные рынки и на фондовые рынки, и на долговые рынки. Это две очень интересных альтернативы, да. Ну, если уж говорим о фондовом рынке, опять же, стоит сказать о том, что формирование инвестиционных портфелей как раз именно на основании buy and hold, да, купил и держили. В Америке может быть очень-очень интересным, причем идей достаточно много. Это могут быть и какие-то отраслевые портфели, объединенные какие-то идеи по отрасли, и индексные портфели, и дивидендные какие-то портфели, и высокотехнологичные компании портфели акций. В большинстве случаев эти инвестиции, они действительно в последние годы достаточно высокие уровни доходности демонстрируют. И плюс ко всему нельзя забывать о том, что это все-таки валютная доходность. И опять же, если мы ее сравним с тем, что мы видим на валютных депозитах российских банков, это несопостоимые цифры. Это понятно. Кстати, вот если валютную тему несколько обсудить, валютная доходность, вы говорите, плюс дополнительно к инвестициям в американский рынок появляется, ну, за счет курсовой разницы стоимости доллара к рублю. А в этом случае риск, валютный риск не возникает? Нет, конечно же, он возникает. Точно так же, как он возникает при выборе альтернативы между рублевым депозитом и валютным депозитом. Это опять же зависит от, ну, либо взгляда инвестора на рынок, либо от взгляда управляющего на рынок. Поэтому, если вы интересуетесь моим мнением, да, как инвестиционного аналитика, я бы, наверное, все-таки в данном случае назвал бы это преимуществом. Еще раз, Василий, это что? Валютная доходность. А, валютная доходность. На дроблевую доходность. Я понял. Хорошо, хорошо, давайте дальше продолжим, продолжим. Кроме американского фондового рынка, ну, понятно, по определению, чем он может заинтересовать, да, и выбор большой достаточно, различных инструментов, да, ну, и то, что он растет, в отличие от его младших собратьей. Что еще может быть интересным? Еще, думаю, что стоит коснуться темы долгового рынка, ну, во-первых, конечно же, опять же, возвращаясь к российским реалям, даже в России есть довольно интересные идеи на долговом рынке, и об этом, кстати, свидетельствует приток средств в облигационные боевые фонды. Здесь, по-моему, проблема все-таки доступа частного инвестора на рынок российских, ОФЗ в частности, да? Ну, не так легко. Ну, не так легко, на самом деле, с евробандами тоже не так легко. Вот. Переходя к вопросу еврооблигаций, нынешняя ситуация такова, что портфель еврооблигаций может, опять же, хороших эмитентов при минимуме рисков может приносить 8,5% годовых, до 9% годовых, ну, как правило, в долларах. При этом это качественные эмитенты, во-первых, валютная доходность, во-вторых. Ну, конечно, есть и сложности. Да, во-первых, это, как правило, очень высокий объем лота, минимальный лот, до 100 тысяч доходит долларов. Вот, во-вторых, это все-таки в основном внебиржевые сделки, и тут, конечно, тоже нужен, любому инвестору нужен какой-то надежный партнер в лице… Брокера. Брокера, чаще всего, да, или управляющего. То есть, в принципе, если мы говорим о внебиржевом рынке, то без брокера лучше не соваться туда? Я думаю, что да. Так что по еврооблигациям, опять же, брокеры, предоставляющие данную услугу, с нашей точки зрения, в среднесрочной перспективе, они, конечно же, будут в более выигрышной позиции, поскольку инструмент это очень интересный, особенно при нынешней ситуации. Угу, я понял. Хорошо, спасибо огромное. Значит, давайте еще раз прервемся, поскольку время у нас подсказывает. Время нам подсказывает, что надо послушать новости на Финам.ФМ. Мы их с вами послушаем, как всегда, а потом продолжим наш эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему альтернативных стратегий инвестирования в период высокой волатильности. Говорим о возможностях для частного инвестора заработать таки денег, причем, будь это российский рынок, все-таки такая возможность существует, несмотря на его текущее не очень хорошее состояние. Да, ну, в качестве альтернативы рассматриваются и иностранные площадки, в частности, рынок Соединенных Штатов Америки, европейские площадки и так далее и тому подобное. Есть вот такие возможности у нас, благодаря тому, что существуют брокеры. Брокеры, да, они нас, собственно, с нашими инвестициями могут вывести на любую финансовую площадку, по сути. Напомню, что в гостях сегодня Василий Копосов, ведущий аналитик ЗАО инвестиционной компании «Энергокапитал». Ну и телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Так, продолжаем наш разговор вот по поводу хеджирующих инструментов. Хотелось бы, да, сейчас немножко нам с вами поговорить. Василий, как вы видите эту историю? Вообще, изначально, что такое понятие хеджирования, с чем оно связано? Так, чтобы для слушателей было слово это не переводили. Ну, по сути, мы сейчас будем говорить о страховании рисков. Да, и о страховании рисков будем говорить сквозь призму, наверное, все-таки срочного рынка. Ну, как известно, в России срочный рынок есть. Есть, да, называется он «Форс». Вот, ну, конечно, сравнивая, опять же, с американским срочным рынком. Не будем сравнить, давайте. Да, да. Это не в пользу российского будет сравнение. Да, но тем не менее, даже на российском, российский рынок «Форс» позволяет и для частного инвестора, и для бизнеса находить какие-то альтернативы, которые помогают страховать, в первую очередь, валютные риски. Во вторую очередь, ценовые риски, связанные с какими-то закупками сырья, да, конечно же, чем выше ликвидность срочного рынка и чем больше многообразие контрактов на срочном рынке представлено, тем больше потенциал в вопросах хеджа. Ну, опять же, во-первых, частично это все позволяет делать российский срочный рынок, а то, что российский срочный рынок, да, на данном этапе своего развития, не позволяет, опять же, за счет воркерских компаний, возможно, реализовывать за рубежом. Итак, ну, наверное, не стоит распространяться о классическом хедже, да, открытии фишных позиций, той или иной направленности, в зависимости от того, какой цели в себе перед собой ставит хеджер. Можно коснуться немного более таких сложных инструментов, хотя, на самом деле, для тех, кто на рынке присутствует давно, уже, наверное, лет восемь, понятие структурированных продуктов не является чем-то новым, но, может быть, для инвесторов, не совсем увлекавшихся этим вопросом, да, это, может быть, тоже достаточно интересной альтернативой. Потому что структурированные продукты, они рассчитаны, в основном они рассчитаны на потенциального клиента, как раз банка, поскольку уровни доходности, которые они предлагают, ну, ориентируются на банковские депозиты, да, при возможности управления рисками, да, вплоть до нулевого рыночного риска. По сути, то же самое, что мы видим на депозите. Достигается это за счет формирования портфеля, которым комбинируются опционы, комбинируются облигации какие-то, да, ну и, соответственно, опционы... Это мы говорим как раз о структурном продукте, да? Да, о структурном продукте, конечно. Соответственно, опционы на какой-либо базовый актив, на рост или падение стоимости которого делается ставка. Подобная стратегия позволяет фиксировать риски уже в начале, при его формировании, и, по сути, представляет собой комбинацию безрискового инвестирования, да, как то облигации или банковских депозитов, и рискового инвестирования, как тех же акций, да, поскольку, по сути, теоретически доходность этих самых структурных продуктов, она не ограничена, точно так же, как не ограничена теоретически доходность акций. Но это теоретически, конечно. Конечно, практически, практически... Практически мы говорим, что она выше просто, да, как депозит, допустим? Естественно, при проведении грамотной аналитики, при грамотном выборе актива, ну, в данный конкретный момент времени, доходность руководительных продуктов, она оказывается выше, нежели доходность по банковским депозитам. То есть, опять, вот прелесть, да, чтобы было понятно, подчеркнем это, прелесть этих самых структурных продуктов в том, что есть возможность существенно сократить риск, да, вплоть до нуля. И тем не менее, за счет присутствия в этом портфеле высокорисковых инструментов, да, все-таки доходность будет существенно выше. То есть, у нас есть минимальный риск, у нас есть нулевой риск и более высокая доходность. Вот прелесть именно в этом. Ну, естественно, чем выше мы закладываем риск при формировании продукта, тем выше наша потенциальная доходность. Но важно, что этот риск мы все равно фиксируем при принятии решения о формировании продукта. И мы его знаем заранее, а не так, как, например, ну, простое инвестирование в фондовый рынок, да, подразумевает. Соответственно, мы принимаем на себе этот риск и ждем достаточно приличных уровней доходности. Я понял. Кстати, возвращаясь к срочному рынку Российской Федерации, вот там, ну, понятно, по той же самой причине, выбор не так велик все же, да, инструментов для хеджа или инструментов просто для каких-то спекуляций. И вот на что, прежде всего, мы бы посмотрели с вами, Василий, по вашей рекомендации, что могло бы быть интереснее всего на срочном рынке? Если мы касаемся срочного рынка, ну, конечно, во-первых, в любом случае нужно посмотреть на афишный контракт на индекс РТС как наиболее ликвидный инструмент. Все-таки немаловажно. То есть такой бейчмарк, да, будет для срочного рынка, по крайней мере, индекс РТС? Ну, это, да, можно сказать, визитная карточка российского срочного рынка. Все-таки важно знать, да, специфику торговли фьючерсами, да, с инвестиционной точки зрения. Безусловно. Да, специфику проведения взаиморасчетов и то, что инвестируем фьючерс, оно позволяет работать, по сути, с плечом, который не предоставляет брокер, да, а за счет именно специфики такая ситуация получается. То есть там пресловутые гарантийные обеспечения, да? Да, 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 и вариационка, конечно. Но, естественно, инвестор должен отдавать себе отчет о том, что, работая с плечом, он как повышает свою потенциальную доходность, так и принимает на себя многократно более высокий риск. Но, тем не менее, индекс РТС, как некий, даже, возможно, рыночный портфель, да, с точки зрения классической теории портфеля, он вбирает в себя российские акции, и инвестирование в этот фьючерс при минимальных издержках позволяет инвестору делать ставку на рост или на падение фондового рынка. Тут, конечно же... То есть в целом не вдаваясь в детали опять, да? Да, не вдаваясь в детали и минимизируя издержки. Ну, здесь, конечно же, очень важно именно риск-менеджмент, да, который при принятии решения о подкрытии той или иной позиции, ну, в том или ином направлении, да, как он сделан, потому что, естественно, специфика взаиморасчетов, она подразумевает повышенный уровень риска. Так, хорошо, индекс РТС, да, действительно, наверное, один из наиболее популярных инструментов. А вот контракты на валютные пары, например? Контракты на валютные пары, да, они, опять же, их можно применять и в случае хеджирования каких-то бизнес-процессов, они достаточно ликвидны. Мы можем все-таки, Василий, ну, моя просьба или вопрос, можем все-таки вот более детально рассказать, как выглядит хеджирование бизнес, конкретного бизнес-процесса, ну, на примере закупки какой-нибудь? Ну, тут все очень просто, например, компания закупает сырье за рубли и продает товар за доллар, да, или наоборот. Ну, не важно. Ну, соответственно, открывается позиция, да, на срочном рынке по паре... Доллар-рубль. Доллар-рубль. Вот. Еще хотел бы выделить некоторые сырьевые, кстати говоря, контракты. В частности, контракт на золото еще недавно, ну, относительно недавно. Он есть на срочном рынке, да? Да, конечно же, он есть на срочном рынке, и относительно недавно он был, ну, в принципе, довольно ликвиден, и даже можно было опционы приобрести на золото. А, как мы помним, да, еще год назад где-то золото было в числе... Фаворитов. Фаворитов, да, сырьевых рынков, и пользовалось огромным спросом со стороны мировых центробанков, также и со стороны портфельных инвесторов. В том числе российский фондовый рынок, например, позволял формировать структурированный продукт. Включая золото. В общем, в котором, да, было золото. И в свое время это было достаточно интересно. Ну, наверное, сейчас уже, ну, пока преждевременно говорить о том, куда дальше пойдет золото, но вот как такой пример можно его привести. Ну, а сейчас, в принципе, вот золото неинтересно, в принципе, для инвестирования, да? Или просто изменился какой-то взгляд на этот? С нашей точки зрения, да, немножко взгляд на драгоценный металл золото сейчас изменился. И именно вот такое, скажем, психологическое восприятие участниками рынка этого актива, оно сейчас не в пользу того, чтобы вернуться к уровням, которые мы видели. Совсем недавно, да? Ну, в общем-то, да. Совсем недавно. Я понял. Хорошо, хорошо. Ну, и осталось у нас буквально чуть больше минутки. Давайте мы попытаемся подытожить, что называется, наш разговор. И так, условно, в период высокой волатильности, да, российский фондовый рынок не всегда позволяет все-таки классическими какими-то методами зарабатывать. А зарабатывать, соответственно, да, вот Василий говорит о том, что предлагаются некие альтернативные варианты, да? Да, альтернативные варианты всегда есть. Они, возможно, не столь очевидны и просты на первый взгляд, но по большому счету их реализация, возможно, как профессионалами лично, да, так и непрофессионалами фондового рынка, ну, посредством работы с брокером и расправляющей компанией. Я понял. Хорошо, 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 значит, минутка осталась. Ну, давайте я буду потихонечку заканчивать, тем не менее. Итак, друзья мои, смотрите, мы сегодня в эфире бизнес-класса обсуждали возможности все-таки, да, заработать на российском фондовом рынке. В частности, говорили об альтернативных стратегиях инвестирования в период высокой волатильности. Кстати, все-таки надо еще раз подчеркнуть, да, что у нас альтернатива есть. Мы нашли ее и в России, и за ее пределами, что тоже важно, наверное. Да, именно так, конечно. И главное, что это альтернатива все равно для российского инвестора. Совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, а в гостях у меня был, еще раз напомню, Василий Копосов, ведущий аналитик за инвестиционные компании, простите, энергокапитал. Уважаемые слушатели, спасибо вам огромное за внимание. Я напомню, я напомню, что сегодня пятница, мы подводили буквально час назад финансовые итоги недели. Ну, пятница для нас с вами хороша еще и тем, что есть возможность отдохнуть. Отдыхаем, субботно воскресенье, приятного вам отдыха. А в понедельник снова начнем успехов в бизнесе. Спасибо.